всем привет дорогие друзья с вами лэйн это мой первый урок в программе source filmmaker в котором я расскажу как делать обычные стандартные анимации урок этот уже точнее сам само содержание этого урока уже многим знакомым то есть те кто уже в этом разбирается можете спело выключать это видео а те кто только начинает в этом работу или научку думаем будет очень полезно обуздать новые новые возможности новой программы во всяком случае она уже не новая она уже прилично давно выпущена это тестирование так что тем кому интересно пожалуйста осмотрите открываем нашу программу своем запускаем открываем нашу карту могу в принципе даже напомнить тем кто только что знакомиться с этой программы для начала сюда нужно все это импортить но об этом я не буду рассказывать потому что уже куча уроков создана на ю тубе уже очень много там различных людей показывают как импортировать сюда не только модели с ксс но из различных других игр поэтому если вы еще не знаете как то делается то прошу ищите на ю тубе найдете там недостаточно вот ну если вы уже это сделаем то строим нашу новую карту так открылась наша карту так открываем нашу модель не в моду для примера я возьму как видите я могу сразу вам напомнить у нас самом с время уже есть много готовых анимаций то есть вот у нас секвенции и и здесь куча 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 мало но половина из них как знает многие не работают то есть вот вы видите на написано ходьба с перезарядкой пока а у нас стоит на месте и как-то криво я не знаю перезаряжается вот то есть много из данных доступных нам анимации здесь они просто-напросто не работают то есть они кривые ну а я покажу вам как будем как делается своя анимация собственными руками и мы открываем нашу модель так вставим ее на землю еще напомню то что вот у нас здесь есть и таймлинии первая таймлиния я ну как бы не знаю как называть и различные свойства этих таймлиний то есть я вам могу сказать то что знаю лично я по своему опыту то есть первая таймлиния линия такая у нас дорожка и на ней мы не сможем не передвигать то есть как вы видите мы выделяем нашу модель нет ничего чтобы никаких действий чтобы мы могли ее там передвигать или крутить то есть сделать в этой таймлинии анимацию не сможет во второй таймлинии как вы видите мы можем передвигать то есть кружить там нет позиции это мы можем но ставить здесь ключи мы не сможем то есть как вы видите ключ создался да вот у нас здесь есть кнопочка то есть создать ключ он создается но никаких изменений в этом не будет вот смотри там к примеру изменяем да вот наше положение наши модели ставим ключ а он как стоял так и стоит то есть сколько бы здесь не пробовали не пытались сделать у вас ничего не получится вот как раз и в третьей таймлинии мы можем делать и анимации и передвигать нашего игрока нашу модель в общем как раз таки в этой части мы будем производить нашу анимацию ставим на 0 вот у нас показывается время наши таймлинии ставим на 0 и сейчас мы будем анимировать так могу напомнить что это такое мы открываем до нашу модель и для тех у кого плохо с английским body это тело arm с этой руки fingers это пальцы legs это ноги вы видите уделяются кости и он куда он это те части которые они попали выше перечислены вот открываем body пелвис это тасс по-английски у нас по-моему ставим его землю так и сейчас мы будем производить анимацию на нуле уже у нас стоит бегунок на примере я покажу обычную анимацию как он к примеру поднимает руки и как бы складывать их вместе то есть несложная простая анимация так что мы делаем наш бегунок стоит на нуле на начальный промежуток времени наша модель будет находиться вот в таком положении то есть здесь уже сами познакомитесь как особенно новички как тут анимировать как тут вращать части тела кому не знакомо так ну чтоб немножко покрасивее было я ему и ногам немножко придам реалистичность чтобы он как будто у нас действительно стоит а тело ну так же можно немножко тела наклонить как-нибудь изменить позицию ну и к примеру голову даже возьмем чтобы реалистичность смотрелось так вот как видите на первом промежутке все наши ключики расставились на всех тех частях на которых мы делали движения где мы производили анимацию далее мы передвигаем на тот промежуток который нам нужен то есть можете до двух секунд можете до одной это без разницы я возьму благородное давайте и на этом промежутке нашу модель уже должна будет например перетащить переставить руки уже ближе к телу ну и в принципе делается то вот так у нас немножко приподнимает руки получается так могу вам сказать что если вы хотите чтобы ваша анимация была более листь реалистичной то есть чтобы движение смотрелись интересными то делаете анимацию точнее анимируйте насколько можно больше частей то есть что было ваша модель двигала не только примеру тела и руки а вместе с тем например у нем бы двигались пальцы кисти плечи плечи плечо предплечье предплечье были из голова там туловище ноги то есть если все это будет вместе как бы и все будет друг друга дополнять немножко движения то все будет смотреться очень ничего как вы видите у нас происходит небольшая анимация и вот на секунде 2 он у нас уже складывает руки так ну примерно вот так вот и вот получается вот такая вот небольшая анимация ну получается вот такая вот небольшая анимация вот ну то есть для тех кто в этом ученику разбирался то есть те кто использовал стандартной анимации в самой программе то есть который уже здесь есть который я вам показываю может быть они даже не пробовали вот делать обычную ручную анимацию ну а если вы об этом не знали не могли этому научиться не понимали что то здесь то вот вашему примеру элементарной элементарная анимация за несколько минут ну как вы понимаете это я делаю для примера вы сами уже можете уже больше усилий вложить в это сделать качественную анимацию чтобы смотрелось она красива ну в общем забегу вперед скажу то что я выпущу еще несколько уроков наверно по своим следующем уроке я хочу вам показать одной фишки которая и не дала научился скажу это то что это не не по не по анимации то есть думаю некоторые люди уже знают как привязывать оружие к к модели то есть чтобы например те же самые руки поднимал а вот так у него была модель пример дегла то есть некоторые знаете как это делать некоторые не знаю также я покажу вам как привязывать нашу модель например к вертолету или машине думаю многие наверно задуматься как это делать то есть какой фиртолет откуда ты за металет вы отрезал машину то есть многие заинтересуются об этом а если вам это интересно и узнать как это делается то ждите следующего урока там вам все и покажу на этом все всем спасибо всем пока